салют ну поехали первый штат в америке будет нью-йорк посмотрим на него хорошо просмотры а Тачку встретил, как у братишка Сисун. Реально он огромный, даже на фоне меня. Я конечно не такой маленький как он, но тачка реально страшная. Автобус, маршрутка. Ребят, идея для бизнеса, можно в Киеве запускать 8-местная маршрутка. Мы подъехали на место, вот смотрите джипы стоят, а вот вагонер стоит, ну так, просто для понимания, вот вагонер, вот джип. Все, красивая природа, классная погода, посмотрим как пойдет день, всем хорошо просмотр. Ну как наверное все поняли, мы приехали в штат Нью-Йорк, это самая ближняя граница с Канадой. Ниагара, мы увидим сейчас ребят с Канады, насколько они счастливы. Напишите кто пользовался этой экскурсией, сколько она стоит у вас, а сейчас узнаем сколько она стоит у нас. С девчулями уже идем. Вилан, передашь бабушке привет? С Санечкой. У парку. Это я понимаю, людишки отдыхают. А мы идем пешком, они едут. Показать, да, вам картинку? Пожалуйста. Пожалуйста. Поэтому не проходим, заходим на канал и подписываем. Чуть-чуть раньше остановились и решили прогуляться. Можно было стоять в пробке. Поэтому перед тем как едете, планируйте свою остановку. О, ресторан Калгаринский. Ну что, можно сходить? О, Канаду видно, нашу любимую. Вот, ребята. Мама, и они там у нас уже сделали это? А? А что так надо лететь? Да. Радуга випа? Да. Это занятий. Да. Пор крич сначала мы конечно попали не туда сейчас обошли в другую сторону увидели где начинается очередь на покупку пилетов что прокатиться на корабле территория большая приезжать надо рано ходить надо много и долго 30 минут очереди пролетела уже очередь продолжается я вам расскажу все подробнее вот вам ребятки тарифы и тот дождевик на потихонечку подходит наша уже очередь кораблику мы были только что на той стороне просто пешим все не людей мало другая сторона медали канада канада у нас лет но у нас все подороже мы уже приехали к лифтику будем спускаться глубокое зануды не минут 20 спускались 15 на минимум все ребята только для вас только для вас канада встречает смотри какой биток в канаде когда где-то доступный наверное у ее и ей хорошо как классно все здесь даже билеты проверяют вдруг мы зашли бесплатно короче смотрите секретный план идет если вы ребята газонете со стороны канады и резко начнете плыть сюда в сторону америки это самый лучший и легкий вариант как попасть в америку в двадцать четвертом двадцать пятом году не теряйтесь сейчас получим одежду сразу одежду не будем одевать потому что а ей какой все и маленькую дали смотрите одни одевайте никогда сразу одежду потому что будете стоять еще два часа в очереди вам будет жарко вам этом будет не нравится вы потом оденьте лучше а вот смотрите ребята мост посредине с и вон канада и америка вот посредине вот видите я в шоке можно перебежать наверное ощущение я люблю синий как у тебя ощущение нравится инструкция ребята секрет ребят идите всегда вниз не идите вверх все думаю что вверху лучше видно но нет не теряйтесь только на моем канале вы можете слышать все лайфхаки все кораблики конечно в канаде но не не такие яркие штатах но чувствуется все равно чувствуется бедность она но присутствует и поскольку там людей берут и здесь у нас здесь очень мало людей берут если вы на видео посмотрите внимательно здесь бабки зарабатывают здесь просто показывают людям пошел 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 красавчик а вот смотрите ребятки очень-очень близко все мои подписчики my flower когда вас будет так много ребят что мы сможем арендовать вот такую ребята и поехать вместе все а а как странно побег конечно заработать же камера мазари я снимаю для вас ребята Мама, ты слышишь? Отдеть мой телефон. Набери маму телефон. Какую? В телеграмме, где хочешь, набери ее. Покажи ей видео. Я обещала, может, минутка есть, пока все заберем. Все, let's go. Just do it, guys. Самые, слышишь? Им лучше всех. Ходим закрытым. На них не капает ничего. Кайф. Вот это, ребята, пещера. Что-то погода испортилась. Мы начинаем подъезжать там, где дождь. Боже, боже мой, ребят. Мы идем туда. Ветер сильнейший, просто сильнейший. Вот так вот пролетает наша жизнь в Америке. Ветер с каждого моего птичка. Только в сад, только здесь и только Шеретон. Кстати, это для всех тех, кто на корабле попал. Вы можете сходить в Тайбу стоять там. Такое удовольствие. залетели скушать и сутати пицца нормально здесь как не жарко решили проехаться по городу заехали в парк по сути здесь на 1 посмотрим город конечно такой бедноватый посмотрели мы немножко город прокатились я так скажу не агара вот холст вот он ребят такой городочек со старыми домами с домами которые убиты которых никто не живет даже вот на первой линии возле парка есть дома которые можно было бы сносить что-то строят они с этим не занимается наверно туристы приезжают только посмотреть ниагару покушать что-то и уезжают что может добавить как тебе рекомендуешь да я вообще поняла что вот на 4 часа спокойно проехали немножко дальше к океану если такое озеро на котором ниагарский водопад такой огромный с такими волнами что ж будет когда мы океан увидим да класс